здравствуйте друзья как вы поняли из названия видео не совсем весело и не совсем оптимистично и вот этот пылесос спустя 5,5 лет стал начал барахлить двигателя начал барахлить но сейчас работать уже невозможно сейчас я вам включу покажу что получится как можно догадаться там проблемы у него и проблемы серьезные с этим двигателем то потом я уже разбирал смотрел двигатели отремонтировать невозможно они неремонтопригодные двигатели они меняются полностью я разберу потом и покажу в принципе как это все разбирается как это все меняется менять его в принципе не сложно вопрос в другом есть ли в этом смысл я решил для себя что смысла в этом нет я уже заказал такой же пылесос если он проработает еще 5,5 лет в принципе это не будет неплохо за эти деньги я по большому счету доволен как он работал этот пылесос со своими задачами он справлялся чему я решил не ремонтировать а купить другой пылесос друзья все совершенно просто все лежит материальный в подпись просто я рассчитал посмотрел какой-то дешевый китайский двигатель 3 800 по моему стоит от 3 800 я нашел двигатель дешевый какой-то китайский до по моему до 8000 или 8 чем-то стоит оригинальный двигатель под заказ то есть 8000 двигатель новый пылесос стоит такой вот именно 12000 можно купить я принципе его и приобрел нас тысяч если меняем двигатель на него шесть месяцев гарантия весь этот период пройдет но не факт что-то другой не выйдет из строя это раз во вторых здесь нужно по идее менять сквачатый фильтр спустя пять лет но желательно поменять сквачатый фильтр сквачатый фильтр оригинальный стоит три с половиной тысяч три с половиной тысячи плюс 8 почти полная стоимость получается нового пылесоса поэтому я не вижу никакого смысла его ремонтировать ну по крайней ремонтировать оригинальными деталями в дальнейшем я собираюсь это будет интересного друзья и твой ничем собираюсь купить дешевые китайские двигатели установить его на этот пылесос оставить его для гаража для каких-то таких целей то есть ну так время от времени пользоваться а для постоянной работы профессионально не будет другой пылесос такой же но новый вы получаете при покупке нового двигателя всего лишь 6 месяцев гарантии на него при покупке пылесоса получаете год гарантии там можно три года вы скажете да например 3x гарантия но там здесь прописаны такие условия неудобные которые вряд ли кто-то но большинство людей не захочет исполнять такая проблема нужно каждый год возить его в сервис на бесплатное сервисное обслуживание при котором меняется обязательно сквачатый фильтр старый вы отдаете на утилизацию то есть вот забирают на утилизацию и продает вам новый новый стоит 300 тысячи рубля вряд ли кто захочет переплачивать каждый год год гарантии у вас стабильно есть вынесу его сейчас на лоджи чтобы было по и посветлее и разберу покажу как снимается двигатель как его достать посмотрите заодно какие проблемы у этого двигателя то есть увидите в чем проблема друзья незабоимо отключать электричество потому что может поразить вас электрическим током если не не отключить его так друзья начинаем с того что снимаем эту перегородку которая ограждает фильтр от прямого попадания мусора снимаем сам фильтр вот видите уже она под запылилась фильтр сквачьте уже не в порядке то есть мы за том что менять его по идее нужно вместе с двигателем это мы сняли то чтобы удобно его перевернуть наоборот наоборот друзья вот смотрите вот на ручка . она снимается вот эта часть сучки верхняя снимая друзья снимается видим там два шурупа внутри вашу лупа вот нужна звездочка . 4 . вам хорошо то есть отверстия большие можно спокойно залезть даже такой отверткой доступ хороших шурупов это плюс большой откручиваем шурупы так открутили рукоятку не теряем шурупы друзья снимаю теперь эту часть верхнюю пожалуйста в поле все вблизи и воняет полина полиной проводки вот он друзья двигатель наш где находится где проживает как вы видите состояние у него плачевное смотрите болтается этот пропеллер охлаждающий должен быть сверху он от плавился и улетел мать как она болтается здесь пошипники то есть кран ты полностью он болтается бьется а корпус якорь из-за этого искры летят он греется то есть и дым и сюда даже прет то есть ему кран ты сейчас я разберу уже посмотреть он у нас пластиковый пластиковый корпус то есть это большой минус видим сколько всякого тут вылезет во всякой диалога сейчас покажу как разбирать дальше просто в сторону убираем смотрите тут у нас проживает плата тут у нас плата проживает единственное что можно там пылесосе сгореть это плата управления вот это плата и двигатель больше прогореть нечему в принципе вот так вот выглядит выкручиваем 6 шурупов у нас два снаружи и 6 как они в глубине там углубление сейчас мы выкручиваем и моим этот провод заземляющего снимая снимаем крепление проводов вот здесь как вы видите вот так вот крепится кстати вот эта кнопка вот она здесь находится проживает смотрите это наша прочистка также теперь разъединяем корпус на кишу подключили осторожно смотрим чтобы ничего не оторвалось вот эти провода зеленую наружную часть отделяем от черной которая снизу она пошла пошел видите видите смотрите друзья вот он двигатель сейчас его отсоединю видеть вот этот тип очка на нем до надавить и снимать можно клеммочку потом клеммочку снимать также старую надавлю на вторую смотрите на второй час надавлю вот как двигатель отсоединился вот такие специфические фишечки смотреть вот такие фишечки вот нужно продавить вот клеммочку продавить эту фишечку этот на на штуку продавить чтобы снять с клеймы вот ведь там вот такой бугорок так вот они две прокладки не теряемых две прокладки которые на пылесосе 1 у нас к корпусу она лежит с этой стороны вот она так устанавливается 2 у нас прокладка идет наверх вот на это вот на эту часть вот на эту часть идет в принципе разберетесь как-то устанавливает обратном порядке вот он наш двигатель в руках кстати к оригинальный двигатель идет идет в комплекте с проводами вот эти клеммочки можно не снимать можно просто с той стороны отсоединить и все вот смотрите какая проблема у нас все он просто болтается этот якорь он болтается и бьется а корпус да а корпус не удивительно что он дымится короче говоря тут по ходу дела разбила мальти кстати алюминиевая стоит лопасти стоят алюминиевые для нагнетания воздуха до алюминиевые стоят лопасти ну а сам корпус пластиковый вот такая вот ерунда полная вот в этом вот здесь вот разбивают или тут подшипник стоит я может быть разберу твои там видно на разум раз balls раз молочена вот это вот для подшипника вот это вот сложно но размолочено все хлам том был видно для вас вот и вот и причина вся этот подшипник разбился ложами на саму подшипник а может быть как-то перегрелась может быть тут причина в том что какие-то проблемы с самим двигателем с обмотками какие-то там меж mana замекание стала греться перегрела развалилась не знаю короче друзья проблема это начиналось плавно но кончилось вот так вот шикарно пластиковые корпуса не очень хорошее решение кстати говоря здесь как вы видите нет никаких датчиков на перегрев когда я сразу покупал этот пылесос информация была такая что здесь из датчики на отключение на температуру перегревается отключается здесь никаких датчиков нет он нагревался канал 1 разбирал до него тронуса было нельзя было горячий ужасно то есть он на перегревом совершенно никаким датчика никакого нет также смотрите ну вот покупаем его двигатель если хотим поменять и собираем в обратном порядке сделано в словении вот он его номер домил 461 . 3 . 263 такой вывод друзья присутся метаба если вы хотите мой отзыв услышать вот проработал мне пять с половиной лет еще раз повторюсь работала его особо не жалел тем более я думал что у нее сам какие-то защиты там дополнительные работала часами его не выключая и все практически было хорошо ну на протяжении пяти с половиной лет остаюсь загорелым как-то внезапно какие-то шумы появились двигатели ну потом и дымок за ними через какое-то время все равно мы работали не обращали внимание там у меня товарищ как раз шлифовал стены в течение часа он шлифовал и все он начал подымливать немножко так что так друзья в принципе пылесосом этим я доволен ну вот конечно двигатель хотелось бы получше но наверно цена была бы значительно дороже это все таки пылесос такой в ценовой категории в низкой на вот категории и поэтому может детали какие-то дорогие на него устанавливать особо и не хотят производить это такая дешевая такая категория дешевых пылесосов но в принципе сделано добротно качественно из тех деталей которые есть и в принципе я им доволен очень даже хорошо он работает очень хорошо втягивающая способность у него хорошая я не знаю не могу каких-то сказать там таких плохих слов ну вот самое огорчительное что с ним произошло в этот момент но в принципе всякое бывает покупаю еще один пылесос такой же будем смотреть дальше что будет